интернет-адаптеры pv3 и p3 этот адаптер у нас p3 с одним гнездом адаптер pw3 сюда вставляется интернетовский провод здесь выходной провод куда нет на ноутбук или на компьютер этот вставляется в розетку на расстоянии и по простым проводам передается интернет оба передатчика имеет вай фай раздают вай фай по умолчанию из китая пришли они без пароля от вай фай настраивать это еще то удовольствие то этого адаптера все меню идет на китайском языке здесь наказан указан сайт plc tender wifi.com вот на этот сайт заходим и настроен вот этот адаптер этот адаптер потом уже вводим по настройкам какие будут настройки вот у этого адаптера там вводится ip адрес какой выберите ip адрес потому ip адресу и будет заходить вот я поставил 192 168 0 254 и поэтому ip адресу он заходит в настройки вся инструкция на китайском языке тут с помощью google переводчика получилось навести камеру чтобы он переводил таким способом пытался его настроить здесь вот указан ip адрес 192 168 01 но поэтому ip адресу или вот поэтому сайт сайту tenda вай фай ком он тоже не заходит на этом адаптере вход в логин логина нету кстати переходничок идет европейскую розетку здесь и здесь логина нету но вот у этого адаптера пароль для входа от которого два гнезда админ надо вводить админ то него здесь указан сайт tenda вай фай точка ком по нему он не заходит он только зайдет по ip адресу который прописали вот здесь сейчас покажу как настраивал при подключении вот эти адаптеры в розетку включаются когда они загорается такой вот красный домик это говорит о сопряжении то что они с собой коннектится когда на большом расстоянии там когда они сгорятся зеленым да или потухнут это значит законнектится потух этот еще нет все потухли они законнектились если он мигает это значит ищет того тоже сейчас мигает вот загорелся значок вай фай вай фай работает здесь и здесь я включил адаптер который с одним гнездом сетевик зашел в браузер вот вел айпи адрес который указан в инструкции он не грузится ввел вел вел пилоси тендер вай фай точка ком логин вот он зашел на сайт на китайский здесь просит ввести пароль сейчас я веду пароль заходим в меню здесь все по-китайски как я говорил и вот здесь вот надо поменять настройки я поменял название здесь поставил название в то что второй адаптер поставил пароль на вай фай здесь нажимаем кнопку эту сохраняем потом заходим настройки здесь здесь ничего не меняем и вот здесь вот внизу ставим какой айпи адрес по какому айпи адресу будем входить уже настройки сами и так же сохраняем вот это по первому адаптеру сейчас вот этот второй адаптер покажу как здесь заходить в настройки подключил 2 адаптер гнезда включился вай фай что он все работает у нас включил его по кабелю к компьютеру сразу у нас изменился когда нажал обновить поменялся личный кабинет уже на русский язык здесь можем ввести в поисковую строку 192 168 0 254 вот он просит ввести логин вот здесь по умолчанию идет логин админ с маленькой буквы иностранными буквы пишем я его уже поменял поэтому я ведусь сейчас свой пароль заходим здесь уже у нас все на русском языке здесь я поменял название этого адаптера у меня под номером один здесь пароль сделаем можно настроить расписание включения выключения когда здесь настройки сети если ничего не менял здесь можно изменить пароль вот как раз админ который был здесь локальной сети и ну как вот эти настройки ничего так не трогал вот по замерам скорости пока не мерил потом как-нибудь померю скажу какие скорости выдает